Всем привет, с вами как всегда Бучки, мы продолжаем проходить сборочку Вулкана Блок, и ну что ж, продолжим. В прошлой серии мы практически закончили первую главу квестов, нам осталось немножко пройтись по каким-то магическим, мистическим вещам, ну так вот, начнём. Для начала создадим Йоула Сидс, они делаются с помощью Блейз Паудера, Стоундаста и Артизии. Для того, чтобы сделать Стоундаст, нам нужно выкинуть весь кабалстол и скинуть на него Крашинг Блок, который мы скрафтали в прошлой серии. И таким образом получаем Стоундаст, а Крашинг Блок можно сломать рукой. А для того, чтобы сделать Семечко Пользовательского Соглашения, нам нужно выкинуть одну Артизию, 4 Стоундаста и 4 Блейз Паудера. Забираем Семечко и пробуем его вырастить здесь, я надеюсь, что получится, но мне кажется нет. Ага, нам предлагают прочитать какое-то Пользовательское Соглашение, но всё же мы посадили это Семечко и ему нужен свет. Но главное, что ему не нужна какая-либо высота, ему без разницы, и вот оно практически уже выросло. После сбора данного растения нам падает Семечко Пользовательского Соглашения с Конечным Пользователем. И также юридическая бумажка, которой мы не можем никак взаимодействовать, но из неё мы можем крафтить какие-то книжки. И также сейчас крафтят растения и что-то ещё. А, нет, это уже другое растение, следующее, которое нам также нужно будет скрафтить. Для того, чтобы сделать книжку, нам понадобится клей. Клей делается при помощи сахара и костной муки. Для этого нам нужно выкинуть костную муку из сахара в речку, ну то бишь в водичку, и желательно в бесконечный источник, а не так, как это сделал я. Мы превратили наш сахарокосную муку в клей, и теперь мы можем объединить это всё с бумагой, которую мы сейчас также сделаем, и получить 4 книжечки. Дальше 4 книжечки нам нужно будет обложить 4-мя юридическими бумажками и получить книжки Пользовательского Соглашения. И выкинуть их на наши великолепные цветы, которых мы можем крафтить какие-то другие цветы. И также артизию ситс, и мы получили инстабилис ситс. Если честно, в хз как переводится это с английского, но с латинского это получается нестабильная семечка. Не твёрдая. Стою, смотрю на это семечко, и значит оно никак не растёт. Даже с шифтом, даже всяко. А потом зашёл почитать, и оказывается, что это семечко можно вырастить с помощью костной муки, и как бы оно вырастает только с помощью костной муки. Я такой, оп, серьёзно, а собрать его с помощью ножниц. Так, собираем, и отлично, получаем 9 детекткорда, или что это такое? Дэдкорд. Окей. Забираем всю нашу награду, и также у нас теперь самое интересное. Нам нужно сделать мистическую пыль, с помощью которой мы можем продвинуться дальше. Эта мистическая пыль делается из наполненной мистической палки. Ну, а чтобы наполнить эту палкой, нужно вложить в неё свою душу, зажать, и вот таким образом наполнять её. Я сделал сразу несколько, думаю, что они всё равно пригодятся. Ну, а теперь нам нужно сделать две пыли из этой палки, и это получается точно так же, взять на них и скинуть вот этот крашинг-блок. Давайте одну оставим, и две выкинем, может быть, она пригодится потом нам. Сделали 4 пыли, и квест снова выполнен. Оказывается, что эту пыль можно ещё и делать по-другому, выращивать её из травы. Заражаем, получается, землю, и в скором времени эта земля должна заразить другую землю, чтобы потом на ней выросла травка, и мы смогли сломать эту травку и получить эту пыль. Вот, как я и говорил, травка выросла, мы ломаем травку и не получаем пыль. Видимо, с каким-то шансом это всё должно выпасть. Я как бы записываю серию кусочками и сразу её вставляю в премьер, чтобы её смонтировать. Так вот, сделал я, значит, вот это дело, и, видимо, вот здесь я где-то распылил эту пыль волшебную, мистическую. И вот сейчас такой прихожу записывать и смотрю, что у меня получилось. И капец я косячный! За это, ребят, я думаю, нужно поставить лайк. Если честно, то я бы никогда не додумался, как можно было бы здесь сделать песок, потому что он нам понравится вот в этой магической розовой смеси. И, честно, я был очень сильно удивлён, когда увидел, что песок можно сделать из стекла. Ну, честно, что-что, но стекло я никак не думал. Наоборот, да, что из песка стекло, но стекло из песка... Ой, песок из стекла. Я о таком бы никогда не подумал, на самом деле. Окей, вот таким вот простым образом мы создаём розовый, сырой, позитную смесь. И теперь эту композитную смесь нам нужно где-то пережарить. Ну, а ещё кто-то очень сильно торопится. Вот эту сырую штуковину мы засовываем в воду, и она превращается в другую штуковину, которая нам сейчас понадобится. Из неё получаться розовый композит просто. Оказывается, опять это всё делается не так. Это просто нужно скинуть в лаву, чтобы она чуть-чуть немножко подгорела, и мы получили бы розовый композитный слиток. Что ж, а теперь нам нужно сделать какую-то мистическую миксовую штуковину и также ещё блок. Блок делается из-за такого кристалла, а я-то штука делается вот так, а из этой штуки, я понимаю, делается блок. Я всё равно запутался и просто сделаю 9 таких штуковин. Надеюсь, что это то, что мне нужно будет, и у меня не хватает какой-то мистической пыли. Но это не проблема. Здесь штуковины есть, в принципе, хорошо. Теперь остаётся мне это точно, наверное, пережарить. Как оказывается, всё-таки вот из одной такой мистической миксовой штучки выходит один блок. Я немножко перестарался, но ладно, я надеюсь, что эти штуковины нам пригодятся, и, в принципе, можно ещё один куда-то засунуть. Эти блоки теперь нам нужно переделать в эти кристаллы, и кристалл засунуть сюда, и таким образом мы получаем магматический аэронагреватель. Отлично. И первая ветка квестов закончена. Первая глава. Вторая глава откроет нам больше возможностей в плане электричества. Нас сразу же встречают здесь Welcome to Chapter 2 Electric Boogaloo. Ммм, отлично. Окей, это можно прочитать и получить в футбук. Кстати, здесь всего 348 виды, так что это не так много, как в прошлой сборочке. Там уже было что-то их полторы или три с половиной тысячи, но да ладно. Так что приступаем дальше. Теперь нам нужно сделать мерлиновое семечко. Для его крафта нам понадобится два жёлтых красителя, два красных красителя и одно семечко. Но кто-то прогадал с красителями, и оказывается, их нужно чуть-чуть больше. Ну, это, в принципе, хорошо. У меня всё есть, и почему-то красители делаются немножко меньше, чем я думал. Вот таким образом мы получим мерлиновое семечко. И теперь мы можем его вырастить где-нибудь здесь, например. И просто смотреть на него, пока оно будет расти. Ну, в принципе, кто будет ждать, пока оно будет расти. И растёт оно почему-то вниз, а не вверх. Но да ладно. У нас же есть костная мука, и мы можем выращивать это семечко, пока у нас есть эта костная мука. И, кстати, дропает она нам временную пыль, что крайне необычно. Теперь же мы можем сделать временные часики. И, кстати, их тут делаются четыре, и ещё даётся два. Что-то здесь точно не так. А, к счастью, они крафтятся очень легко, и как бы всё у нас это есть. Окей, делаем эти часы. Всего четыре штучки, выполняем квест. И также нам нужно ещё сделать рычаг. Как рычаг делается, я помню, и это хорошо. Иначе бы, да, было бы очень плохо и печально. Забираем ещё двое часов, и теперь выполняем этот квест по добыче древнего булыжника. А для того, чтобы получить древний булыжник, нам нужно активировать эти часики редстоунным сигналом. И таким образом это всё преобразуется. То есть, нам нужно сделать ещё одну платформу, где мы это всё будем проворачивать. Но пока я там сводил серию, вышло вот такое вот дело. Поставил я, значит, часики, сделал платформу, сделал ещё немножко. Начал ещё одну платформу делать, и у меня получилась вот такая вот штукенция. Это древний каблстоун. Кстати, кто знает, из какой версии этот каблстоун? Потому что эти часики заменяют текстуру на прошлую текстуру этой штукоины. И с помощью экскаватора ломаем и добываем весь наш каблстоун. А, а этот древний каблстоун нам просто нужно взять и пережарить. Так. А, ну в принципе, больше у него рецептов никаких нету. Так что возьмём, скинем, пережарим. Отлично. У нас есть практически, ну, два с половиной стака. И теперь с этой штукоиной нужно что-то делать. Чтобы узнать больше информации, посмотрите следующий квест. Хорошо. То есть нам сейчас нужно найти вот это, этого семечка. Семечка жизни. И делается оно очень легко. Это что за шарды? А, ну, понял. Принял. Всё очень легко. Бросим это здесь. И скинем крашен блок. О, как мы много получили различных шардов. И, блин, мне это не нравится. В смысле, весь мой инвентарь стал прямо засорён всякой непонятной штыкоиной. Семечка жизни. Что она нам даст? Бросьте на землю, чтобы увидеть траву. Отлично. И, кстати, мы получили... Оксаплинг. Отлично. Это наша первая семечка. И, в смысле, это наше первое дерево. Вот что я хотел сказать. И нам нужна костная мука. И также ещё нужно сделать топор. Чтобы срубить дерево. А, кстати, оно уже и само выросло. Если я не ошибаюсь, то здесь можно сделать крюк из каблстоуна. В смысле, из камня. Да. Чтобы быстрее добыть листву. Отлично. И добываем дерево. У нас есть уже четыре. Так что посадим ещё одну. И пусть он потихоньку растёт. И это всё остальное мы скинем сюда. Дальше нам говорят сделать вот такой вот молот. Сделали этот молот. И интересного пока что он нам ничего не дал. Выполнили квест. Правый клик по ванильному столу. Чтобы превратить его в театр-крафтинг-тейбл. Так. Ставим его сюда. Райт-клик. И получаем крафтинг-тейбл. Закидываем сюда. Скидаем этот молот. И этот молот можно улучшить. Если честно, то я вообще ни хрена не понимаю, как это работает. И пришлось делать всё. Тыкать самому и понимать. Для того, чтобы улучшить наш деревянный молот, нам нужно тыкнуть сюда. Потом молит-хэт. И закинуть сюда, оказывается, обычный камушек. Улучшаем. Нажимаем кнопочку крафт. Теперь сделаем то же самое, только уже с другой стороны. И теперь наш молот имеет уже второй уровень. И теперь мы можем наши геодезиты переделывать во что-то полезное. И очень интересно нам дали один серебряный наггет и клац-клац. Таким, в принципе, простым образом мы можем получать ресурсы. Ещё бы это всё бы автоматизировать, было бы вообще отлично. А теперь давайте сделаем роторный дробитель, чтобы у нас был просто дробитель. И наконец-то воспользуемся нашим магматическим аэронагреватом. И, в принципе, пусть это как-то всё вот таким вот образом будет работать. Если я правильно понимаю, то этот роторный гриндер нам нужно поставить сверху. Да, в него поступает горячий воздух. И как бы вот всё это и работает. Теперь мы можем сюда засунуть, например, наши цветочки. И что бы мы получим? А мы получим в два раза больше красителя, чем мы бы это просто крафтили. Сейчас нам нужно получить гравий. Для того, чтобы получить гравий, нам нужно засунуть булыжник в этот гриндер. И тогда мы, скорее всего, получим гравий. Либо же песок. Да, мы получили гравий. Отлично. Теперь нам нужно как-то получить кремний. Вот я тупой. У нас же есть кремний, когда мы дробили эти геодезиты. Нам нужно сделать вот таких вот три каттера. Но они ещё и не стакаются. И сделать нагревающуюся лесопилку. Отлично. И также поставить это сверху. Ага, температура пропадает. Я понял, это, наверное, плохо. И теперь мы уже, наконец-то, можем дробить в ней брёвна в доске. Как оказалось, там, видимо, просто не хватало градусов, чтобы эта штука работала. Поэтому я сделал ещё один магматический нагреватель. И, в принципе, вот эта штука и наработает. Теперь у нас есть доски. Что, в принципе, очень хорошо. Теперь мы можем делать wooden крейты. А как мы помним из сборочки SkyFactory 4, то это замена, получается, моду Дроверс. На самом деле, я всё больше и больше удивляюсь этой сборке. Для того, чтобы добыть глину в вулкане, нам нужно сделать вот такое вот ядро. Потом взять вот такой вот голубой шард. Поставить это ядро и просдолбить этот шард об это ядро. И тогда мы получим компрессированную глину, которую мы сломав, получим целых 9 блоков глины. А потом, если мы ещё это сломаем, то получим в 4 раза больше. Теперь же нам нужно сделать вот такие вот усиленные трубочки. Они кравятся, в принципе, очень легко. И, как я понимаю, если же мы их поставим... Эти трубы просто нужно было поместить на пространство, где над ними ничего нету. Ну, а я немножко закосячил, как обычно. И вот у нас есть ассул. И всё отлично. Идём дальше. Вот таким вот образом мы делаем гравитационный блок. А теперь мы можем, наконец-то, сделать големчиков, которые будут собирать наш урожай. Хоть где-то я могу хоть что-то автоматизировать. Как же это меня радует. Ставим этот гравитационный блок сюда. У него радиус, по-моему, 12. И ставим этих големов, чтобы они работали и собирали всю эту шнягу. Но, по крайней мере, они её будут только ломать. Эта штука будет падать сюда. И, в принципе, если я поставлю, получается, сюда ещё воронку, то воронка будет это всё собирать в сундук. И всё будет хорошо. Да, я молодец. Прям ух! А самое прикольное, что, как бы, воронки-то здесь кравится очень легко вот таким вот образом. И сундучки, ну, у нас тоже есть. Я думаю, что пока что двойного сундука одного должно хватить. Что ж я могу сказать. Эти големы какие-то странные. Сделал ещё больше. Они не хотят работать, они просто зависают. А ещё у них мало хп. И, кстати, да, они не ломают тыквы и не арбузы. И, оказывается, арбузы и тыквы растут только на земле. Я думал, что на кабустолон они тоже будут дропаться. Но нет, только на земельку. Всё очень печально, на самом деле. Три голема у меня уже сломалось. Их тут, в общем, количество, наверное, было штук 10. И, видимо, как-то это всё-таки не те нормальные големы, как в Томкрафте. Ну, а на этом у меня всё. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр этой серии. Вы можете поставить лайк и написать комментарий, тем самым поблагодарив меня. А кто есть впервые, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. А с вами был Коксид Абучик. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok